Всем привет! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня в этом видео я хочу вам показать те продукты, которые я собираюсь использовать этим летом. То есть продукты по уходу за собой. Здесь будут как продукты и для лица, и некоторые продукты для волос. В общем, я надеюсь, что вам будет интересно. Давайте начнем. И давайте начнем, наверное, с тех продуктов, которые радуют меня больше всего. Это вот такие вот 4 бутылочки термальной воды от Виши. Я их взяла по очень выгодной цене, поэтому решила не останавливаться только на 2 бутылочках, а взяла себе еще 2. Мне нравится эта термальная вода. У нее очень мелкий распылитель. В общем, довольна. Что еще сказать? Также для лица я взяла себе еще вот такие вот 2 умывалочки. Я ими уже пользуюсь активно. Вот эта вот умывалка, она идет как гель-пенка. И сначала вы, когда выдавливаете, это такой вот гель прозрачной консистенции. А потом вы, когда начинаете между ладонями это все спенивать, все превращается в пенку, наносите на лицо. И отлично справляется с каким-то макияжем, который у вас есть на лице. Конечно, макияж с глаз я не смываю этим средством, но тем не менее макияж с лица снимает просто на ура. Не сушит кожу, смывается очень быстро. Это не такой гель, который вы смываете-смываете водой, а он все остается и остается. Классная штучка. У меня от этой фирмы есть еще крем для тела. Он такой легенький и тоже мне очень нравится. Что касается вот этой вот штучки, это пенка гиалуроновая для умывания от фирмы LibreDerm. И это такая, знаете, ну просто обычная пенка для умывания. Но что мне понравилось, это то, что когда вы умываетесь, ею, такое ощущение, как будто у вас кожа сразу становится увлажненной. И она какая-то полукремовая пенка. В общем, такая густая, нежели чем от La Roche-Posay, которой я пользовалась. В общем, тоже она мне понравилась. Именно подобные пенки сейчас мне подходят больше всего. И также Серж тоже пользуется подобными пенками, потому что я ему говорю, что после рабочего дня все равно нужно смывать себе вот эту вот грязь лица, а не просто там умываться либо мылом, либо просто водой. Следующее, что я взяла на лето, это, конечно же, спрей для загара от La Roche-Posay. И он подходит абсолютно для всех, и для мужчин, и для женщин, в принципе, и для детей. И у меня это SPF 30. В общем, чем мне понравилась эта штучка, что вы просто распрыскиваете это на тело, и вам не нужно ни размазывать, к вам не будет липнуть песок. Классная, удобная штучка, по отзывам довольно неплохая. Я, конечно, еще не пробовала ее в деле, но надеюсь, что она меня не разочарует. Масло для волос от фирмы Matrix. В общем, как-то так. Это масло для волос я взяла на замену своему маслу. Вообще, мое масло от Glisskur закончилось достаточно давно, и я решила подождать, сделать какой-то такой перерыв. И просто делала какие-то маски себе на волосы. То есть не использовала никакое масло, в принципе, на кончике. И тут я подумала, что все-таки пора возвращаться к этому, но я не хотела брать Glisskur, потому что этот запах парфюмированный меня немного уже начал раздражать. Пользуюсь им пока что нравится. Не могу сказать, чем оно лучше пока что. Но по ходу дела там, я думаю, что расскажу вам. Если будет оно у моих фаворитов, то вы это обязательно увидите. И у меня там еще оставалось немного денег, и я решила заказать Каролинке вот такой детский гель для купания от Натура Сиберика. Мы уже подобный брали. Прикольный гель, можно будет с ног до головы им искупаться. И также вот такие детские салфетки очищающие. Ну, салфетки, сами понимаете, лишними никогда не бывает. Ну что ж, это были все средства, которые я буду использовать этим летом. Эти средства я заказывала на сайте фармакосметиков. Все ссылки на эти продукты вы найдете внизу в инфобоксе. Так что обязательно заглядывайте туда. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой инстаграм, мне будет очень приятно. И увидимся с вами уже в следующем видео. Пока!